74 года за час в день рождения региона в мультимедийном парке «Россия. Моя история» приготовили новую программу. Экскурсии, лекции, всё посвящено Тюменской области, третьей по площади в стране вместе с автономными округами. Детали в материале Татьяны Воротиловой, она сегодня тоже освежила знания. Шаим, так шаимская нефть стала первой найденной нефтью в Западной Сибири. Это было в 60-м. Бригаду Семёна Урусова тогда знал в лицо каждый советский человек. Спустя годы многие забыли, что первую скважину бурили в Тюмени, но тогда в 48-м произошло чудо. Вместо нефти полилась минеральная вода. Урок для детей и взрослых о родном крае в таком формате длится час. Избегать с него никто не пытается. Назад в прошлое в историческом парке попадаешь одним прикосновением. Какими были 90-е, 80-е, 70-е годы в Тюменской области, это не просто информация, а виртуальное погружение в детали. Например, здесь советский бык. В такой классической обстановке без изысков рождалась большая история огромной области. В мыслях, поступках и подвигах людей. От границ Казахстана до Ледовитого океана. У нас зима может начаться и в июне, и в сентябре. И при этом человеку надо подстраиваться под эти условия и, соответственно, бороться. То есть вырабатывается такой характер исследовательский, творческий. Поэтому я думаю, что как раз вся история показывает, что сюда приходили люди интересные. Дмитрий Менделеев, Юрий Осипов, Владимир Шарпатов. Сотни мультимедийных биографий знакомят подробно с каждым. Узнать о Тюменской области, если не все, то самое интересное. Приходят и гости Тюмени. Решили зайти. Не ожидал, что будет так красиво, необычно, в каком-то современном духе, стиле. Я не знал, что такое в принципе есть Россия, потому что в Новосибирске я такого не видел. Это вчера Тюменская область была только нефтяной столицей. Сегодня регион все чаще называют российской кормилицей. Агропромышленный комплекс успешно развивается и помогает рождаться инновациям. Тюменская область, скорее, это будет мощный научный промышленный регион, в котором будет сочетаться не только нефтяная промышленность, не только агропромышленный комплекс, но в том числе и наукоемкие технологии, которые сегодня получают значительный импульс в своем развитии на территории региона. Виртуальные страницы исторического парка обязательно о них расскажут. При таких технологиях и возможностях главное захотеть. Татьяна Воротилова, Сергей Мякишев, Тюменское время.